Известно, что на 50% здоровье человека и его самочувствие зависит от образа жизни. Дмитрий Борисов учится в 10-м классе гимназии Эврика. В своей работе он затронул тему утилизации вредных для окружающей среды бытовых предметов, например, батареек. Их необходимо утилизировать промышленным способом. Гимназист собирал материалы с сентября. В ближайшее время его класс будет принимать участие в городской акции по утилизации отработанных батареек. Для этого нашли компанию, которая занимается переработкой автомобильных аккумуляторов. Есть такие люди, которые просто это хранят. Допустим, я знаю одну женщину, она у нас живет в Анапе, и она имеет дома много коробок, где лежат эти батарейки. То есть она их не выбрасывает. Конференция, по сути, финал городского этапа. Из 60 работ отобрали 13. Их оценивает жюри – ученые, преподаватели вузов. Они решат, кто из 13 участников будет представлять город-курорт в Краснодаре. Все-таки моя рекомендация, надо было, как, наверное, сформулировать темы, чтобы нам было более понятно, в чем речь идет. Это очень интересные вещи рассказали. Даже для меня, потому что бывает, так сказать, но для этого не знаю. Помимо чистоты окружающей среды, в представленных работах речь идет о здоровье человека, о полезных растениях, приживаемости диких растений в городской среде. Очень актуальные работы, интересные работы. То есть те работы, которые можно нам, обычным людям, применять в своей жизни. И, конечно, задумываться о той проблеме, о которой нам обозначили нам дети наши. Это очень полезно. Это вообще формирует, будем говорить, внутреннее состояние самого ребенка. Как к своему личному здоровью, так и к здоровью нашей окружающей среды. В частности, города-курорта Анапа. Это очень интересно и нужно. Организаторы подчеркивают, среди работ школьников из города-курорта не бывает плагиата. Все они написаны самими ребятами под руководством педагога. По словам Людмилы Романовой, у анапчан есть шанс пройти на всероссийский этап. Так уже бывало.